здравствуйте уважаемые товарищи я вас рад всем привет я вас рад приветствовать на своем канале сегодня я с женой это Нина Анатольевна я вас уже знакомил вы наверняка смотрите нашу кулинарию чего стоят только одни глупцы значит сегодня друзья мы приехали на русский остров в этот пасмурный день находимся мы в границах поселка экипажный и как вы помните в прошлый раз экипажного я ездил по неизведанной для меня дороге и когда я по этой дороге ездил я достиг несколько объектов там была речка русская там дальше за речкой была недостроена разрушенная церковь 33 полка остатки его были вот а также там был сворот который я умышленно пропустил который идет на гору центральную и сейчас мы здесь попробуем пошариться посмотрим значит вот у нас нами ёбрик друзья 125 к оказывается едет в принципе мы проехали сейчас 35 километров куда этого места в принципе ну число конечно но в принципе едет он тянет нас и мы сейчас поедем режиме куда глаза глядят попробуем поснимать посмотреть что там за речка попробуем зайти в нее может зайдем грибочки посмотрим ну что ж собрались я нацепил шлем это чуть олегинцы что ли только сделаю так сделает так нормалек нормалек сейчас мы полезем на суше может и меня повезешь в этот раз нет давайте короче поехали если чем меня пихать если я вдруг тебя не буду слышать мотик чуть-чуть подостыл перед тем как ехать друзья проверил давление в шинах почему-то под спустила где-то было 18 наверное я накачал 2 и сделал 2 и 1 где-то так но просто все таки мы два взрослых человека и чтобы избежать эффект чтобы не за не проживать резину до подсохла с того момента с того момента как мы здесь были заметно подсохла но это только так кажется вот эти большие лужи которые там они скорее всего там еще есть вот только меньше поехали посмотрим несколько дней назад волей судьбы по работе ой я оказался в пограничном районе там чуть-чуть пробежался по лесу набрали грибочков ведерко где-то и вот я первый раз в этом году поел грибочков там в перемешку белые сыроежка ну больше белых было все это дело сварил получилось у меня огромная сковородка домашние с лучком все это я сделал друзья будет на канале небольшое видео про именно про сбор грибов но там буквально фрагмент на три минуты именно готовку не снимал потому что короче ну потому что к этому готовится надо грибочки оказались вкусные за раз мы их не съели доели на следующий день вкуснятина особенно когда только пожарил с лучком такой запах аромат и на всю квартиру когда варил кто-то кто-то сразу кидает на сковородку вот ну я по старинке сварил получилось тоже нормально сегодня в тельняшки ехал на скорости 80 все равно так прохладно без рукавов не хочется в гараже сидишь на улице жарище прямо футболки на мотоцикле конечно другой эффект включение что у меня кто-то по шлему бегает так ну что традиционно наверное мы сегодня выможем наш мотоцикл но что делать побывать в лесу поехать по лужам и приехать чистым такого же не бывает там на пирсе люди купаются но я такой отдых не очень люблю когда много людей поэтому мы вот сюда поедем опять втихаря откроем швакбаум я думаю так можно аккуратненько оставлю мотоцикл на скорости потому что чтоб он не катился в общем друзья мы преодолели швакбаум аккуратненько оставили его и раз данном виде давайте поехали дальше видео именно этого участка дороги вы уже смотрели у меня на канале чуть-чуть повторимся но снимать тоже середина не хочется потому что будет сюжет неполный но ванахова нахова на вот так вот у нас такое микро эндуро light эндуро по бревнам не прыгаем стараемся сильно мотик не раскачивать сейчас мы будем ехать я думаю достаточно быстро мы доедем до того места где дорога раздваивается одна бухту воевода вторая вторая как же бухта назад называется забыл рын так рында в рында вроде бы вот мы повернем налево как обычно и сразу после сворота примерно будет нам нужный поворот мы там остановимся наверное зайдем в лес просто ли ради любопытства посмотрим если здесь грибочки а потом пойдем дальше так что не хочет ехать на второй передаче запах грибами запах грибной слушай запах грибной но сейчас мы это и узнаем сейчас мне просто не терпится серега яколев сказал что здесь запросто могут быть грибы но я склонен поверить конечно же но я вот все честно сюда ездил сколько раз у меня что-то не пришло мне даже в голову заглянуть сюда но вообще друзья пахнет с грибами из леса пахнет как вы знаете особенность этого места какая что здесь нету 50 припаркованных машин ой стянуло меня все таки в эту канаву вот смотрите друзья я еду вверх дорога идет вверх женой на сто двадцать пяточка в принципе конечно это по большому счету конечно это насилование мотоцикла но не такое аж прям лучше и насилование мы едем потихонечку на 2 передачи где-то на первой перемешку я сильно не разгоняюсь не даю ему раскачиваться прыгать или скакать на большие камни не наезжаю то есть такой щадящий режим ну то есть эксплуатируют так как эксплуатируют люди свою технику а не чужую где-то на низах ему не хватает приходится переключаться но в принципе я уже все км ко всему к этому привык и и нормально отношусь нормально он едет здесь вот раз на первую передачу чуть-чуть попрыгаем но вообще не такие конечно ну как захватчики территории это стиль это же дорога не ехать территории если вы посмотрите к уличную кадастровую карту того увидите что это база отдыха она никакого отношения к всей этой территории не имеет однако ну конечно я так не могу сто процентов утверждать но я думаю что это они вешают здесь цепь гвозди вбивают как бы понятно у них какие мотивы здесь предложить клиенту эксклюзивный дикий маршрут для квадроциклов ну как бы это же территория общая вообще-то не ничьи это хотите территория что была ваша ухаживайте за ней последний раз когда я здесь был очень сильно похоже что здесь кто-то ухаживают отжимают последние так здесь это какой-то свинорой я на первой передаче сейчас напомню вам дорога идет вверх вот все это время я еду вверх уклон но лес такой заросший не знаю кажется что там может и не быть в нем никаких грибов да у штава поменьше определенно вот можно сказать замысел реализовывается мы сюда едем супругой вдвоем сегодня не одел бленду на камеру подумал что и так пасмурно плюс в лесу еще дополнительно тень от деревьев и так мало света еще я сейчас напяли эту ливензу восьмую фильтр в 4k будет ну много шумов на видео она будет тормознута так вот сюда я прошлый раз ездил эта дорога заканчивается ничем просто пятаком она есть на векторной карте этот огрызочек а нам дальше здесь вот видимо бежали бежали ручьи вот здесь друзья люди не ходят потому что сюда проблематично заехать простая одна причина кроме нас потому что нам во первых это надо а во вторых мы можем сюда заехать ой 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 вот эти столбики вам показывал еще военных времен но не смотря вот на все вот эти вот камни друзья мотик отрабатывает мягкая резина жирная амортизатор и все это дело ну и плюс мы не слишком быстро едем поэтому вы не думайте что я еду там и у меня там дрожит голос от тряски или там зубами я стучу нифига подобного такой такие насыщенные зеленые листья дубовая сейчас мы спускаемся как вы заметили я еду на вторую передачу потормаживаю двигателям иногда в принципе едем относительно быстро по лесным меркам сайте пешком лишь парить никаких нет проблем 10 пешком особенно вниз как сейчас просто комары и когда я говорю пешком имеется ввиду что просто вы будете медленнее чем мы сейчас едем но это же очевидно согласитесь пешком быстрым темпом 5 километров в час и мы сейчас все съедем примерно 20 до как круто здесь друзья пробег уже 2733 километра или не уже ну короче приближаемся к 3000 постепенно я уже говорил может быть на 3000 поменяю масло потому что все таки я дяденька не маленький моторчик маленький вреда от этого точно не будет никакого думаю только польза да сегодня определенно по суше по суше определенно вода по уходила вот эта развилка мы здесь поворачиваем налево как я и сказал тут так прям темно стало во времени без 10 и 6 здесь прям так такое ощущение что уже пол девятого вечер тут участок немножко мокренький уклон идет я притормаживаю двигателем ох что-то я прям как-то поехал раком здесь такой жопный участок почти приехали до нужного места на кроссовом мотоцикле здесь можно было вообще нестись и просто даже не обращать внимание главное следить чтобы у тебя кофе не разливалось на ходу но мы едем вдвоем мы же не хотим выскочить седла там и так далее короче я осторожничаю ребят потому что у нас цель чуть-чуть другая режим discovery adventure мы потихонечку едем ой 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 я по привычке жопу приподнимаю жена еще ну такой привычки не имеет поэтому иногда кормлю ее этими на будь жопку погладить потом ой 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 что здесь меня мотыльнуло такая знаете есть специфика ребят когда второй номер сзади поправляется чем посидул и ерзает да особенно если мод такой не очень тяжелый он вносит коррективу вашу вестибулярный аппарат и вы начинаете вилять подстраиваться иногда я еду не по этому маршруту по которому хочу из-за этого так что то я еду 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 а дорога все не поворачивает налево а должна поворачивать класс я буду это повторять время от времени друзья это класс посмотрите мы едем дорога лесная зелень красота свежий воздух и ни одной ни одной машины так мостик мы его должны переезжать да 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 мостик ну как мостик там просто труба железобетонная закопано дорогу так чуть-чуть все таки грязи будет да так чуть-чуть ну мы к этому как были готовы принципе не страшно вот здесь смотрите как разная размыва до один прекрасный момент размоет окончательно так поднимаем ноги здесь ну прицепи назад так сейчас минуточку проверяем все микрофоны все у нас запись идет пишем 4k едем дальше до места где дорога повернет у нас налево проверяю тормоза передние но все нормально с ними пока слава богу не дребезжит глушитель я так и не понял что вот вот свой рот что является причиной так 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 давайте сюда попробуем заехать давайте пока вроде бы ничего страшного такого нету просто земля так а вот здесь мы сделаем остановку здесь мы сделаем остановку съехать в принципе можно мне аккуратненько спал здесь одному но мы сейчас хотим коли мы находимся в лесу ребят хотим так поставлю на всякий случай хотим зайти в лес посмотреть вообще тут может что-нибудь расти или нет на предмет грибов поэтому я сейчас пока друзья камеру поставлю на паузу мы сходим в лес и снова вернемся давай 5 лес оказался заросшим полностью заросшим такая трава везде наваленные деревья после ледяного дождя здесь давно не было пола это видно сразу короче ничего мы не нашли две сыроежки нашли там я нашел огромный мухомор раздавил его случайно ногой короче есть ничего нету друзья и мы сейчас поедем дальше посмотрим подъедем к речке посмотрим что там происходит дальше погнали с нами в принципе я проехал здесь достаточно легко здесь только надо было на первой передаче а не хочет хочет это что для меня несет куда угодно только не туда куда надо да жестко здесь так с камерой все в порядке давайте потихонечку здесь спустимся жестко как-то жестко так ну блин вроде бы самое страшное позади чтобы вы знали друзья здесь слишком было опасно супруга у меня слезла потому что там прямо глина такая скользкая я два раза чуть не это не шлепнулся ну вот собственно говоря вода спала дождь дожди прекратились и вот она река уменьшилась до уровня ручьяка а как тебе переходить теперь будем переходить у меня там горит давай руку подожди давай да я нашла камешек и раз ну надеюсь там дальше дорога идет вверх не будет больше таких жестких подъемов там и так далее поехали посмотрим туда друзья что у нас там что садимся поехали да едет квадроцикл сюда не не сюда они едут по этой дороге катаются на этом участке видео записываем долго очень оно рваное получается осторожничаем ну потому что мы в этой местности впервые именно по этой территории по земле я хожу впервые и на удачу так не хочется ехать здесь тут он видите костерчик сжег вот палатка стояла на речке поэтому осторожничаем ездим потихонечку я прям здесь реально прям гальмовал короче не знаю как бы мне забираться но я думаю заберусь не заберусь так затолкаю поехали друзья дальше хватит болтать уже что у нас там камера пишет ага подножку да здесь конечно жестко но сейчас дорога будет подниматься вверх должно быть получше станет прямо несет ого да жесткая эндуро здесь давайте посмотрим что нас там ждет дальше потому что здесь если очень глубоко не хотелось бы здесь остаться потом в этой луже потому что едем только одну минуту уже такая жесткая тема у нас прошу замесить не эндуро так посмотрим следы то ли собачий то ли лисичьи ох 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 да да не вариант конечно не вариант слишком жесткий здесь путь слишком жесткий путь с учетом того что уже пол седьмого друзья поехали в сторону бухты новый джигит лучше туда прокатимся потому что здесь ну реально здесь очень большие риски остаться здесь на ночь погнали туда короче друзья мы уже не пожалели что решили свернуть это правильное решение темнеть начало пол седьмого уже и там короче прямо конкретная глина даже я один сажусь вообще никак не еду сейчас попытаюсь один заскочить сюда я знаю по этой скользкой глине не знаю получится у меня или не получится а Нина зайдет пешком я думаю я уже не знаю что стихи но вот any of these я не знаю как я запрещаю вернуться потом короче друзья мы выбрались из этого болота смотрите идею идею разведали конца эту дорогу я не бросаю но нужно подходящую погоду все-таки и возможно даже технику сейчас мы выезжаем на трассу на эту грунтовку вскрыли по которой ехали выезжаем в сторону бухты воевода делаем крюк там по острову русский и сворачиваем в сторону бухты джигит так что погнали давайте оставайтесь на канале будем дальше развлекать вас своим сегодняшним приключением да сейчас будет большая лужа осторожно нам уже пофигу на грязь на лужу у меня по колено станы уже в грязи вот но что-то подсказывало нам что на ночь какие приключения лучше не оставлять ну это чревато друзья занимается эндуро а было не было вот понимает о чем я чем дальше едешь да чем дальше потом эти за трактором нашем случае конечно же сегодня какая была самая основная трудность у которой мы столкнулись реально когда мы да достаточно далеко заехали метров на стол губились наверно там началась колея вот это вот болото вот и было проблемно развернуть мотоцикл то есть он стоял в колее и там его бесполезно бесполезно его там было тягать дергать его там он быть там не выехал преимущество легкого мотоцикла как раз таки заключается в том что я просто сзади приподнял его за багажник колесо вытащил из из колеи и переставил супруга пока подержала руль мотоцикла увидите как уже сумеречно темно в лесу я не знаю как получится видео 4к снимаю это так и за тумана времени еще только пол седьмого если бы сегодня был солнечный день но точно как бы ваше было бы солнце еще а так получается туман еще вот такая вот сумрачность кажется что совсем поздно но это не так все таки на ходу прикольнее ехать а так и отдувается ветром нет никаких комаров со в лесу капец комаров просто просто огромное там их количество безумное комаров просто тьма а так вот едешь на ходу и особо и нет комаров постепенно при езде особенно со вторым пассажиром по таким дорогам прокачивается скилл определенный вот ну под ты понимаешь какие ямы там грязи и грязи можно переезжать какие по диагонали можно каких с краю можно каких нельзя вот такая всякая тема появляется опыт как сразу нужно проехать там и так далее что то место конечно назвала же не эндуро там конкретная прям грязюка была прям конкретная грязюка и преодолевать это нужно на жестком протекторе на жесткой резине золы такое типа шашечек по на редких таких но очень глубоких но это же приключение то есть и мы сейчас съездили посмотрели как живу выглядит эта дорога но она оказалась мокрее значительно чем я думал хотя возможно дальше она идет нормально можно как сделать можно сделать очень просто можно заехать со стороны горы главное на мотоцикле прямо до самого верха до сворота на гору центральной то есть оказаться наверху на гору центральную песком его заходил и просто напросто песочком пройтись в эту сторону и посмотреть насколько все плохо ну нам хотелось проехать посмотрите что записать и тем более жиль вам же интересно тоже посмотреть все дело хозяйства поэтому я и поехал короче здесь масса еще есть маршрутов приключений вот сюда мы уже ездили но не до конца в следующий раз туда съездим до конца я хотим проскочить новые люди потому что мы супруга туда на машине еще не ездили камера пока записывается наверно будет серия длинная если получится очень длинная серия ну разделим кстати хотел вам сказать что уже дорога покрывается листьями как осенью бывает я уже спали прямо не парить а уже уже а мама только что было пробить а вилки до упора спасибо тебе и брик что ты нас терпишь кстати повторюсь и друзья что мотоцикл этот ямаха и био 125 я купил вот именно для езды вот по так в том числе по таким вещам то есть то что мы сейчас едем это не для меня не случайно открытие это было осознанное решение а да можно было ноги не поднимать на такой скорости смотри как коблянул ноги а твои сухие ноги да да пофигу с учетом такой какой я грязный мотоцикл уже мне кажется пофигу если сегодня что когда мы вернемся то мы не сможем помыть его друзья вот здесь так нормально глубина сейчас по краю лучше проедем ну на самом деле уже скоро конец то уже были под конец если вы помните прошлое видео посмотрел иногда такое у меня бывает не часто я с первой выбиваю на нейтраль хотя бы это происходит с таким щелчком характерно и ты думаешь что ты включил вторую передачу на самом деле это не тратить ключи на так посветлело то ли леса стало меньше то ли чего ну фактически сегодня что-то необычного не произошло с точки зрения открытия по этому маршруту фактически мы его повторили просто уже я женой его повторил то есть запросто можно проехать вдвоем здесь получается вот ну а сейчас поедем в сторону джигита времени с 27 надеюсь что у нас хватит того времени кто бы посетить бухту а может даже и намочить ножки там вот можно сказать мы выехали то есть той стороны эта дорога закрыта воротами цель кто-то свежими грузьями прибил там столбику здесь все открыто спокойно заезжаем никаких проблем нет сейчас небольшой небольшой перекур здесь и едем дальше друзья здесь вороты вороты ну вороты